Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Пока мой этот Поведёт себя в порядок Приобретёт такой человекский увлек Еще один украинский анекдот Тоже очень его люблю Ну, извините, но, правда, люблю Но этот начинается традиционно Два кума И он встречается Один говорит, кумы Ну, тоже немножко там сели, чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, как, кумар, я ж не могла, чтобы не по чуть-чуть, да? Вот. И генераль говорит, слушай, слушай, ты, кумар, знаете, что, хотел у вас один такой вопрос задать, такой личный такой вопрос. Может, конечно, не совсем такой, но вот, скажите, а вот, а как у вас, как у вас с вашей женой? Ну, что с моей женой? Ну, как у вас, ну, вдруг там, вдруг, я-то знаю, вдруг, время от времени там, любого у вас происходит. Как происходит? Кумар, а что это вы такие вопросы задаете? Что это такие вопросы, как у меня с женой происходит? Обыкновенно происходит. Нормально происходит, что с работы пришел, два стакана тресну, картошки жареный поїв, да, свет потушен, да и вперед. То есть, кумар, а вы не пробовали при свете? Только ли я к это при свете? То свет не выключать, не пробовали? Даже не, не пробовали, кумар. Я вас прошу, от совета, попробуйте. Кумар, отчасти, я сам, а тут не дам. Слушай, значит, то же самое, а не так. Наша жена ваша, 20 лет здесь же, а значит, и не вона. И он такие впечатления, а такие впечатления, а все воно, а все как раз по другому, кумар, я вас прошу, попробуйте. Хорошо, каже, ладно. Разошлись, где-то через пару недель встречаются, каже, кумар, ну что? Кажи, кумар, спасибо, попробуй. Все, как вы говорили, начи моя жена, а вроде и не вона. Вроде то же самое, а все воно так. А впечатления такие, а ярко все, а так красиво, а дитям как понравилось. Спасибо просто, извините. Хорошо, мы продолжаем нашу программу. И вы знаете, мы много говорили сегодня о том, что мы вот из Украины. И почему я вам сейчас об этом говорю, что сейчас мы хотим показать номер на такую, скажем так, вечную тему, на тему телевидения. И очень много говорят о том, что телевидение наживает в последние дни, что вот есть интернет, есть разные ютубы и так далее, и телевизор молодежь практически не смотрит. И все предрекают, что телевидение скоро умрет. Но я хочу вам сказать, что вот уже почти 200 лет говорят о том, что театр скоро умрет. С появлением кино театр умрет. Вот как там 200 лет умирает, умирает, все никак не умрет. И поэтому я думаю, что мы с вами еще телевизор смотрим, смотрели и смотреть будем. Но почему я об этом говорю? Что вот в нашей стране веселой, юморной, в последнее время, к огромному сожалению, телевидение стало смотреть практически невозможно. Честное слово. Столько, знаете, столько мусора, столько разного негатива, столько, не хочется произносить слов, столько разного всякого. А, выливается на нас каждый день из вот этих вот совсем еще недавно любимых нами голубых экранов. Ну, просто вот мы хотим сейчас пофантазировать и предложить вам вместе с нами пофантазировать и представить себе, что у нас в стране, в Украине, открылся новый, хороший, позитивный, добрый телевизионный канал. И сейчас мы хотим пригласить вас на просмотр телепередачи на телеканале Релакс ТВ. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканал Релакс ТВ, и я его ведущий, Никифор Седуксин. Девиз нашего канала – расслабься и получи удовольствие. Поэтому сядьте поудобнее выкрат, расслабьте мозг, откройте чакры, особенно манипуру и сахасраду. Да-да, именно сахасраду. Потому что сегодня вечер, дорогие телезрители, у вас все хорошо, у вас нет никаких проблем, вам не о чем беспокоиться. У вас большие, огромные пенсии и зарплаты. Цены маленькие-маленькие, коммуналка копеечная, газ вообще бесплатный, а зарплаты большие, пенсии огромные. В общем, жизнь удалась. Я извиняюсь, а вы из какой страны будете? А сейчас в нашей программе наша постоянная рубрика «Добрые песни о хорошем». И сегодня у нас в гостях замечательный человек, поэт, композитор, сочинитель «Добрых, хороших песен» Герард Периклович Папандос. Здравствуйте, Герард Периклович. Дорогие друзья, вы знаете, наш гость Герард Периклович Папандос совсем недавно выпустил в свет сборник своих новых «Добрых, хороших песен» под названием «Удивись и твори». Извините, у вас опечатка. Альбом называется «Удавитесь, твари». Что, серьезно? Нифига себе опечатка. Ну что ж, начнем, пожалуй, нашу программу. Герард Периклович, может быть, вы для начала споете нам с телезрителями какую-нибудь свою добрую, хорошую песню? С удовольствием. И начну я свое интервью песней о «Добре». Замечательно. Песня о «Добре». Слушаем. О боже, какие гады, сперли добро на вокзале. О боже, какие гады, по морде бы вам надавать. О боже, какие гниды. Вы, видимо, меня не расслышали. У нас телеканал «Релакс ТВ». Да, мы здесь поем песня «Хорошая». Ну вы же видите вокруг себя «Хорошая». Да, я вижу вокруг себя «Хорошая». «Хорошая». «Замечательно». О, вот вижу, вы «Хорошая». Спасибо вам большое. «С утра уже хорошее». Да при чем здесь это? Я не об этом говорю. Я говорю, что с вами же происходит что-нибудь хорошее. Со мной каждый день происходит что-то хорошее. Замечательно. Ну вот, например, вчера со мной произошел очень хороший случай. Это очень. Расскажите нам с телезрителями. С удовольствием вчера ночью в темном подъезде на меня напал маньяк. А что здесь хорошего? Ну как? Хорошо, что не сексуальный маньяк, как позавчера. А это чисто по-человечески избил, ограбил и убежал. Так что пользуясь случаем, я хочу пожелать господину маньяку здоровья, счастья, а также «Стажьте вам мне песня». Не надо об этом рассказывать, мы на телеканал «Релакс ТВ». Мы здесь поем песни о хорошем. Наш девиз «Расслабь, все получи удовольствие», вы тут нас всех напрягаете. Давайте мы лучше продолжим петь добрые, хорошие песни. Какую следующую песню вы нам с телезрителями споете? Следующую хорошую песню я спою про детей. Песня про школу. Песня про зарплату учителей. Даром преподавателей! Все, соответственно. Вы все-таки меня не понимаете, Герард Перихонович. Дорогие телезрители, вы знаете, перед началом нашей программы наш гость Герард Перихонович Папандос признался мне, что у него есть песни практически на любую тему. Правильно я говорю? Да. А давайте мы сделаем таким образом. Я вам сейчас буду задавать темы, а вы будете петь на эти темы песни. Что закончите? Замечательно. Видите, все хорошо. Все сейчас решим. Итак, скажите, пожалуйста, есть ли у вас в репертуаре добрая, хорошая песня о животных? Есть такая песня? Интересно. Песня о животных конях. Двинул кони, дядя Коля, Двинул кони с перепоя, А, ай, мол, жена, О, маркетала. О, маркетала, дядя Коля, Двинул кони, дядя Коля, Двинул кони, дядя Коля. Не надо, пожалуйста. Очень прошу, я прошу вас песню о Хо-ро-шем. О! Песня о Хо-ро-шем. Песня о том, как любят Украину в Евросоюзе. Ну, другое дело. Пожалуйста. город изумрудный идем дорогой трудно идем дорогой трудно а хрена кто-то лирическая песня лирическая песня лирическая песня про берозы пенсионерская задорная я честный картошка ел супа в гребне пельвени и сало раку с артишоком но скоро мы будем питаться я не понял тогда песня про нашу хорошую жизнь песня про доллары я по 8 гривен доллары за бетлия подружки приветливые лица триста двадцать евро в час какие девчатки уже давно 400 у меня триста двадцать я там постоянно у меня скидки да не надо в этом не надо у меня достали я сейчас достану из головы сборник новых песен песня про реформы экономические в украине я питаюсь корешками мясо я не ем совсем и теперь я как мужчина пятый год и глухий а теперь песня про медицинскую реформу в украине певать если я заболею пока я только разорвусь а теперь честушка про наших депутатов депутат пугал штук красный затянул я мигом долго тех путь отрепел и ногами трыгал все дорогие телезрители телеканал релакс т.в. прекращает свою работу потому что старшей хорошей жизни хрен расслабишься зачем надо расслабляться если можно не напрягаться и мы знаем один такой способ и мы вам сейчас об этом споем там 8 куплетов если холодно в порфире сядьте на пол три-четыре ну и пусть не греет отопление если дома минус три греться будем изнутри 10 и рубок вот и потеплетнее если света нет в порфире где-то нет так 3-4 ведь бывает так периодически в темноте скажу вам бракцы можно кое чем заняться и решить вопрос демографический если доллар вырос в мире где-то разом 3-4 то не надо хмуриться и пукситься как мужик скажу о том что поднялось то потом все равно когда-нибудь опуститься если вдруг вы похудели если нервы на пределе если в мышцах ваших напряжение вас всегда мы видит радость смейте с нами до упаду раздравляйтесь до изнеможения но всегда мы видит радость смейте с нами до упаду раздравляйтесь до изнеможения и Мы сожиданим язык, а всегда всё это произойдёт. Вот честно, вот ещё до часов 5 работали, это честно. Спасибо вам! Ещё раз близко вам поход, за то, что вы дождались нас. Спасибо Боже на красоту! Уважаемые, я один и один и один и один и один и один и один, подойдите сюда. В нашей гости за твои, отница благодарных зрителей, разрешите обратиться к вам самыми искренними словами благодарности. За великолепную и баллистическую сегодняшнюю программу. Огромное спасибо за ваш юмор, позитив, талант и знаменитую энергию за ваш позитив. Всего вам самого доброго! От всего сердца все девчане желают вам успешных дальнейших растролей, новых интересных проектов и много ещё новых премьер. Наши горячие аплодисменты! Мы надеемся, что без видовских городов, где вы не забудете! Спасибо вам! Спасибо, друзья! Спасибо, друзья! Спасибо, друзья! Пиво сне и наилу я забер паспорный! Спасибо! Спасибо, друзья! Спасибо! У вас хороший вкус, спасибо, спасибо, это от химия. Спасибо. Почувствуйте славу. Буквально нужно это сказать. Друзья мои, дело в том, что мы начали наш концерт со слов «Здравствуйте, наши дорогие братья и сестры». Мы ни в коем случае не лукавили, мы действительно считаем вас, нашими братьями и сестрами, потому что так оно и есть. И мы уверены, что никакие политики нас с вами не разъединят. Мы были, есть и будем братьями и сестрами. Как бы все наши капиталки разъединились. При нас все будем жить вместе долго, весело, богато и счастливо. А вы очень горите на вас, Владимир Мальченко. Счастья вам, Владимир. Спасибо. 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 Пока. Поехали. Поехали. Во. Поехали. 率.